Уважаемые друзья, прежде чем перейти к самому ролику, большая просьба в комментариях под этим видео поставьте цифру до какой минуты или секунды вы досмотрели этот ролик. Заранее спасибо и подписывайтесь. Поехали! Вот вам и продолжение. Как говорится, часть третья. Для кого-то это будет справедливо, для кого-то нет, но Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза после матча «Зенит-Урал» дал отдохнуть и восстановить силы арбитру Алексею Яськову. Следовательно, он не будет работать на матче ЦСКА и Локомотив в следующем 25-м туре. Вместо него был назначен Сергей Карасев. Что произошло в том матче, кто до сих пор еще не знает, смотрите ролик, подсказка будет в верхнем углу экрана. После этого матча президент «Уралак» Григорий Иванов заявил, что клуб будет добиваться пожизненного отстранения судей, чтобы другим было неповадно. Вот так вот. Яськову дали отдохнуть, чтобы восстановиться психологически. Еще бы, интернет весь гудит уже третий день об этом матче. Даже «Эль Классика» уходит на второй план. Комиссии еще не было, поэтому выносить какой-то вердикт по действию арбитра я бы не спешил, сказал Будагозский. Но и это еще не все в этой истории. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на своем заседании рассмотрит неподобающее поведение игроков «Урала». Ну, видимо, речь идет про Павлюченко. Как уже говорилось в предыдущих роликах, на заседании приглашены и Павлюченко, и арбитр Алексей Яськов. А также на заседании рассмотрят использование пиротехники болельщиками «Зенита». Заседание КДК состоится во вторник в Доме футбола в Москве. Напомню, матч 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» закончился в пользу хозяев 2-0. Матч прошел в субботу. Рекомендую посмотреть еще ролик под названием «Можно ли считать Месси лучшим в мире?» Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно. Продолжение следует...